Здравствуйте! Каждый раз, отправляясь на съемку нового автомобиля, в моей голове возникает хорошо проиллюстрированный моей памятью ассоциативный ряд, посвященный модели, с которой мне предстоит знакомиться. Я заранее четко вижу перед глазами потенциальную аудиторию этой машины, предположительно оцениваю ее ездовые качества и плюс-минус здраво готовлю себя к тому, с чем же мне предстоит сейчас работать. Но вот сегодня я оказался в неком ступоре, ну в хорошем смысле этого слова. Ведь главным героем программы «Наши тесты» будет третье поколение кроссовера BMW X5. Трудно вот так сходу подготовить себя к знакомству с новым поколением модели, которая еще в 1999 году породила совершенно новый класс спортивных автомобилей для активного отдыха. И, кстати, за 15-летнюю историю стала уже фактически легендой. Давайте вспомним первое поколение. Я думаю, если бы сейчас вернуть эту модель на конвейер и упаковать ее современными примочками, то спрос на нее был бы не хуже, чем в годы производства. Второе поколение, растеряв некие черты своей брутальности, приобрело и впитало в себя нечто новое, что в свою очередь сделало BMW X5 в кузове E70 достойным продолжением начатого. И вот, знакомясь с третьим поколением, я понимаю, что при разработке этой модели баварцам приходилось буквально балансировать на лезвии ножа, чтобы не только угодить многомиллионным поклонникам марки и не потерять с ними визуально-технический контакт, но а также привлечь в свой лагерь новых фанатов. Но перед тем, как в полной мере проникнуться духом нового кроссовера, стоит пожонглировать и сухими цифрами. Даже визуально автомобиль стал массивнее. Так, его длина теперь составляет 4886 миллиметров, что на 32 миллиметра больше, чем у предшественника. Ширина – 1938 миллиметров, высота – 1762. Кроссовер стал чуть ближе к земле за счет того, что клиренс 222 миллиметров уменьшили до 209. А вот колесная база осталась прежней – 2933 миллиметра. И вот это вот явный признак того, что этот кроссовер построен на базе предшественника. Да и сам производитель этого не скрывает. Та платформа слишком хорошо себя зарекомендовала, и поэтому что-то кардинально менять и разрабатывать с чистого листа новый автомобиль не имело смысла. Хотя в конструкцию были внесены изменения, направленные на улучшение ездовых свойств, а также элементов по части безопасности. Багажное отделение также стало больше. Если не складывать спинки задних сидений, то это 650 литров против 620 у предшественника. В сложенном же состоянии – 1870 литров, что на 120 литров больше, чем у предыдущего поколения X5. Дизайнеры, кстати, поработали и над интерьером X5. Можно даже сказать, разработали его с нуля, но с одной оговоркой. Увиденные мной архитектурные решения очень сильно напоминают те, которые применены в BMW 3 серии. В салоне места стало больше. Возможно, это связано с тем, что всю массивность интерьера предшественника очень гармонично растворили внутри этого кроссовера. Материалы отделки на высоте, с эргономикой тоже порядок. Новая большая шайба системы iDrive обзавелась сенсорной поверхностью. Схожая по функционалу решения используется на автомобилях Audi. Новый дисплей на центральной консоли потрясающего качества. И, честно сказать, в голове возникает закономерный вопрос – куда уж лучше? Задние пассажиры также с комфортом разместятся за водителем. Места много. А если еще владелец нового X5 не поскупится на допы, то на заднем диване время в пути можно скоротать и просмотром фильмов, прослушиванием музыки и так далее. Если честно, то я нахожусь в некотором затруднении. Не знаю, за что взяться и с чего начать рассказ о моих впечатлениях от вождения этого автомобиля. Хотя начну, пожалуй, с того, что озвучу подробные технические характеристики. Под капотом кроссовера установлена рядная дизельная трехлитровая шестерка с турбокомпрессором, которая развивает 249 лошадиных сил и имеет 560 ньютон-метров крутящего момента. С места до первых 100 км в час кроссовер разгоняется спустя каких-то 6,9 секунды. Максимальная заявленная скорость при этом составляет 230 км в час. В городе с этим мотором производителям обещан расход в 7 литров. По трассе 5,7 и за городом 6,2 на 100 км пути. А объем топливного бака составляет 85 литров. Я очень рад, что в моем распоряжении оказалась стартовая модификация кроссовера X5 с дизельным двигателем. И тут вот получается очень интересная ситуация. Сейчас заказать в России эту модификацию нельзя. Дело все в том, что на данный момент налаживается производство этого кроссовера на заводе в Калининграде. И совсем скоро все BMW X5 сменят прописку с американской на российскую. Вот правда, какие именно модификации будут собираться в нашей стране, неизвестно. Знаю точно лишь то, что эта модификация с трехлитровым дизельным мотором точно встанет на конвейер завода Автотор. На данный момент в России представлено две дизельные версии мощностью 313 и 381 лошадиная сила, соответственно. А также одна бензиновая с мощностью в 450 лошадиных сил. По мне так это слишком много для такого автомобиля. И я бы просто не знал, что со всеми этими табунами под капотом делайте на каких пастбищах их пасти. На мой взгляд, и 249 дизельных сил для кроссовера весом в 2 тонны 145 килограммов вполне достаточно. Для любых, как эмоциональных потребностей водителя, так и для утилитарных. Например, можно утопить педаль газа ближе к моторному отсеку. Тем самым оставив многих соседей по потоку в зеркале заднего вида. Причем не обязательно в этом случае переводить коробку в режим спорт. Напротив, можно стремясь перебить заявленную производителем планку топливной эффективности, нежнее обращаться с педалью газа. Для достижения нужного эффекта можно также воспользоваться эко-режимом и следить за подсказками, выводимыми под тахометром и спидометром. Также можно активировать режим стоп-старт. Вот, правда, добиться заявленных немцами данных по расходу топлива у меня пока не получается. И бортовой компьютер мне это демонстрирует. В данный момент на 100 километров пути при движении в смешанном цикле наш X5 потребляет 11,7 литра на 100 километров пути, что практически на 4 литра больше, чем было изначально заявлено. Но о каком расходе топлива может идти речь, когда ты находишься за рулем этого автомобиля? Насколько же он сбалансирован, насколько он хорошо держит дорогу и насколько же он устойчив? Сразу же понимаешь, чем руководствовались инженеры при разработке этой машины. Помните, в самом начале программы я сказал, спортивный автомобиль для активного отдыха. Ну и что же мы видим? Спортивные задатки здесь имеются даже и с таким не самым мощным дизельным сердцем. При этом активный отдых в понимании инженеров и маркетологов – это не труднопроходимые лесные болота, а нечто другое. Это возможность всей семьей с комфортом путешествовать, при этом не боясь съехать с глади асфальта. Правда, вот это понятие у всех разное. Для кого-то свернуть с асфальта – это значит заехать в неразведанную, раздолбанную колею, засадив при этом совершенно любой автомобиль. А для кого-то это значит подобраться поближе к тем местам, которым может быть обычная легковушка или среднеразмерный кроссовер и подъедут, но сделают это с большим трудом, причиняя много дискомфорта пассажиров. Как мне кажется, именно на вторую группу ориентированы маркетологи и инженеры компании BMW. Но невозможно себе представить, как этот автомобиль пробирается через болото к грибным местам. Этой машине куда проще в себя влюбить водителя, демонстрируя свои возможности на твердом покрытии. На любые потребности водителя также слаженно реагирует и восьмиступенчатая коробка передач ZF. Она незадумчиво и грамотно подбирает нужную ступень. Правда, если на небольших скоростях нужно ускориться, чтобы совершить обгон, то она слегка теряется в догадках и может запутаться в низших передачах, что в свою очередь приводит к небольшим толчкам. Кстати, меня приятно удивила шумоизоляция в салоне. Обычно дизельные версии характерным подсокиванием дают о себе знать водителю, но здесь нет. Звук двигателя приятен на слух как на холостых, так и на высоких оборотах. При нормальном среднестатистическом движении по городу его и вообще не слышно. Что касается изменений в подвесках, то здесь ровно, как и на предшественнике, двухрычажка спереди и многорычажка сзади. Но инженеры поколдовали над настройками. По моему мнению, кроссовер стал еще более послушным на асфальте, что в свою очередь сказалось на восприимчивости подвески к неровностям дорожного полотна. В принципе, она переваривает все, но каждая неожиданная ямка, попадающая под колеса, становится объектом нелицеприятных выражений, как со стороны водителя, так и со стороны пассажиров. Система полного привода – это уже знакомая фанатам BMW X-Drive. Кстати, европейские покупатели получат также возможность купить X5 с исключительно задним приводом. Но до нас такое исполнение вряд ли доберется. В итоге получается вот что. Можно даже пройтись прямо по пунктам. Управляемость отменная, мотор тянет как паровоз, оснащение богатое, дорожного просвета в принципе хватает. Вроде бы все, что только можно пожелать от автомобиля, в этом X5 имеется. Можно разбивать копилку и смело бежать в автосалон. А вот здесь вот, еще на пороге красиво оформленного здания дилера, понимаешь, что имея дело с премиальным брендом одной разбитой копилкой не обойтись. Ведь за каждую кнопочку, за каждую функцию придется расстаться с внушительной суммой денег. В прошлом году за эту модификацию без учета допов дилеры просили от 3 миллионов 100 тысяч рублей. Но если покупатель захотел бы укомплектовать кроссовер опциональным оборудованием, то 3 с небольшим миллиона с легкостью превратились бы в 5 с половиной, как в нашем случае. Причем все это в рамках одной модификации. Но покатавшись на автомобиле вдоволь, понимаешь, почему люди готовы платить за X5 такие большие деньги. Этот автомобиль может очень быстро в себя влюбить. К нему не нужно присматриваться и влюбляться по ходу эксплуатации. Он с первых же километров продемонстрирует весь свой потенциал. Так что без сомнений, новый X5 это достойное и закономерное продолжение начатого. Без технических и визуальных революций, но с сохранением духа и характера спортивного автомобиля для активного отдыха, заложенного инженерами компании с первым поколением еще 15 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok